Фильм создан при содействии программы развития ООН, при поддержке Глобального экологического фонда, Германского общества по международному сотрудничеству, Глобального механизма Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и УЗГидромета при Кабинете министров Республики Узбекистан. Земля является основой жизни и деятельности человека. Аграрный сектор, используя землю как природный ресурс, производит продовольственные товары и обеспечивает продуктами питания все человечество. В Узбекистане общая площадь земель, отнесенных к категории сельскохозяйственных угодий, составляет более 17 миллионов гектаров. В основном они распределены между пастбищами и пашней. Проблема деградации земли является чрезвычайно актуальной в Узбекистане. Нерациональное использование водных и земельных ресурсов, без учета особенностей почвообразования, вырубка лесов, бесконтрольный выпуск скота и другие факторы человеческой деятельности ускоряют развитие деградационных процессов, снижая плодородие почвы, урожайность сельскохозяйственных культур и их качества. Нарушение естественного почвенного покрова приводит к уничтожению природных мест обитаний многих видов живых организмов, снижает биоразнообразие, провоцирует такие неблагоприятные природные явления, как пыльные бури и другие. Учитывая важность земельных ресурсов, в нашей стране выполняется компонент многостранного проекта по повышению потенциала инициативы стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами. Наш проект осуществляется многими партнерами. Это глобальный экологический фонд, программа развития ООН, это глобальный механизм Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, а также Германское общество по международному сотрудничеству. В лице Национального исполнительного агентства выступает УЗГИДРОМЕД, как организация, ответственная за выполнение обязательств Конвенции по борьбе с опустыниванием в Узбекистане. Одним из основных направлений деятельности проекта является распространение наилучших практик в области управления земельными ресурсами. Мы стараемся много делать в этом направлении. Мы отобрали и задокументировали шесть наилучших практик и разместили их в онлайновой глобальной системе ВОКАД, где располагаются мировые практики со всего мира ресурсосберегающих технологий. Вся эта деятельность вносит свой вклад в повышение продуктивных функций земель, а также в повышение благосостояния населения, которое непосредственно зависит от этих ресурсов. Значительная часть орошаемых земель Узбекистана подвергается процессам деградации, среди которых наиболее широкое распространение получили вторичные засорения, подъем уровня грунтовых вод и заболачивания, потеря органического вещества и снижение плодородия почв. На основе анализа результатов многолетних исследований, научно-исследовательских организаций и международных проектов в области сельского хозяйства, проект по повышению потенциала выявляет лучшие практики рационального управления земельными ресурсами, которые можно рекомендовать для использования на других территориях. Некоторыми из них мы хотим поделиться в этом фильме. В Узбекистане немало участков деградированных земель, использование которых под основные культуры нерентабельно и даже убыточно. Ежегодно зимне-весенняя промывка почв является традиционным способом борьбы с засолением, но требует больших затрат воды и отлаженной работы дренажа. Альтернативным решением проблемы для сильно засоленных земель может быть агролесомелиорация. Сущность агролесной мелиорации заключается в разведении многоцелевых древесных пород на малоплодородных участках пахотных земель. Данная технология была опробированная в течение 10 лет в Хорезмонском регионе, где широко распространено почвенное засоление в силу близкого состояния грунтовых вод. Целью агролесомелиорации является повышение плодородия малоплодородных земель, а также создание дополнительных источников дохода, которые могут возникнуть от продажи продуктов нестрового леса, таких как топливная древесина, лиственный корм, фрукты, а также углерод. При создании условий может быть также продуктом продажи. Для Хорезмского региона были протестированы ряд древесных пород. Мы рекомендуем лох узколистный или джида, туранговые породы и также приземистый вяз. При подборе подходящих многоцелевых пород, помимо их селеустойчивости, главным критерием была способность к эффективному питанию из грунтовых вод, а также способность к биологической фиксации азота. Ожидается, что закладка лесных насаждений на деградированных землях в качестве источника топливной древесины поможет сократить незаконную вырубку природных тугайных и пустынных лесов, а обеспечение добавочным фуражом снизит нагрузку на природные тугайные и пустынные леса и пастбища. Лесные ресурсы страны выполняют важные защитные, противоэрозионные и оздоровительные функции, столь необходимые для сохранения биоразнообразия. С точки зрения абсолютного объема потерь, прибрежные леса, тугои, пострадали больше других экосистем. Массивы пустынных тугоев сохранились небольшими узкими полосами и отдельными участками вдоль пустынных речных долин. В настоящее время местное сообщество является нереализованным потенциалом восстановления и сохранения ресурсов тугоев. Потребности местных жителей в наибольшей степени зависят от лесных ресурсов, поэтому они должны принимать самое активное участие в управлении лесными угодьями. Активных людей мы нашли в тугайных аулов, и чтобы им дали на аренду на 5 лет первоначально, где-то 2-5 до 10 гектаров, чтобы они вот в этих землях восстановили лес. Где отсутствует воды для полива, проект покупал им предвижные насосы, чтобы с этим они могли бы воспользоваться для полива. Кроме того, чтобы вот это население, был какой-то интерес, чтобы восстановить этот лес, мы посоветовали им, чтобы между рядами лесов они использовали для своих целей, чтобы там для семьи посадили овощи, бахчи или корма для своих скот. Вот исходя из этого, за течение 6 лет где-то 18 арендаторов арендовали 87 гектаров и там посадили тугои. Возможности распространения практики очень большие. Нынешняя ситуация только в одном среднем лесхозе Республики Карагалпакстан складывается следующим образом. 4 285 гектаров площади нуждаются в проведении лесовосстановительных работ. Из них 1473 гектара могут быть восстановлены за счет естественного восстановления. Около 400 гектаров леса имеют возможности для орошения и есть реальные возможности передать 80-100 гектаров местным жителям для общинного лесовосстановления. Это новый и весьма успешный подход к восстановлению лесов, преимущества которого состоят из отсутствия потребности в крупных инвестициях, обеспечения занятости населения, открытия доступа к быстрому получению выгод за счет использования междурядей. При этом значительно сокращаются государственные средства на лесовосстановление. Одной из важных отраслей сельскохозяйственного производства является пастбищное животноводство. К сожалению, за последние годы эта отрасль оказалась под нарастающей угрозой разрушения из-за нецелесообразного и интенсивного использования природных пастбищ, что в условиях уменьшения травяного покрова и снижения плодородия почвы ведет к изменению гидрологического режима, почвенной эрозии, оползням и капустыниванию. В рамках проекта ПРООНГЭФ достижения стабильности экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум были опробированы подходы по сохранению и восстановлению пастбищ путем ротационного выпаса животных в шеркатном хозяйстве Кызылрават Ромитанского района Бухарской области. Проектом внедрены условные разделения пастбищных территорий и ротационный сезонный выпас на основе оценки состояния пастбищ. При этом площадь вокруг источника водопоя разделена по диаметру на два сектора – первый и второй. Каждый сектор разделен еще на три ротационных участка, в которых поочередно производится выпас. При существующей урожайности пастбищ, первый сектор пастбищ обеспечивает кормами 800 голов овец в течение 90 дней, весь весенний период. Ротационный выпас дает плановый отдых отдельным участкам, на которых растениям предоставляется возможность восполнить энергию и рост. Кроме того, при помощи проекта были восстановлены заброшенные колодцы в отдаленных уголках пустыни. Восстановление двух колодцев позволило дополнительно использовать 11 тысяч гектаров пастбищ, снижая нагрузку перегруженных пастбищ в два раза. Обеспечение дополнительными источниками кормов на засушливых пастбищах является ключевой задачей успешного животноводства. В этой связи поиск путей производства страхового запаса кормов для пастбищного животноводства является актуальной задачей. В качестве примера кормопроизводства в пустынной зоне можно привести практику орошаемого кормопроизводства в козылкумах, базирующейся на самоизливающихся артизианских скважинах с минерализованной водой. Эта методика была опробирована в рамках исследовательского проекта Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах Икарда. Это очень перспективная технология, так как только в Канемехском районе насчитывается 63 самоизливающиеся скважины с дебетом 13-15 литров в секунду каждая. Эта технология позволяющая получить с гектара 3-5 тонн соломы и 1,5-2 тонны зерна азимой пшеницы, 48-78 тонн силосной массы кукурузы, сорго и проса, 144-150 тонн сена люцерны, 23 тонны с гектара надземной фитомассы солодки. Легкие почвы с высокой водопроницаемостью ослабляют процесс соленакопления, а благодаря биомелиорации солеустойчивых растений выносятся до 40% солей из почвы, что обеспечивает поддержание в корневой зоне заданного солевого режима, обеспечивающего высокую производительность орошаемого земледелия. В условиях орошаемого земледелия ровная поверхность поля – один из основных факторов, обеспечивающих эффективное использование водных ресурсов для получения высокого урожая и экономическую стабильность. Сегодня, когда идет глобальное экономическое развитие, распространение метода лазерной планировки сельскохозяйственных земель является одним из современных и инновационных технологических способов повышения продуктивности орошаемых угодий. Основной целью планировки земель в сельском хозяйстве является устранение неровностей поверхности поля, которые затрудняют проведение поливных и механизированных агротехнических мероприятий. Ровная поверхность поля обеспечивает эффективное использование оросительных вод. Их равномерное распределение по полю и увлажнение почвы способствует равномерному росту посевов за счет заделки семян на одинаковую глубину при посеве и, следовательно, дальнейшему посеву. Равномерному росту растений и получению высокого урожая. Как показывают расчеты, существует возможность окупить стоимость оборудования для лазерной планировки за три года. К примеру, если фермер покупает оборудование за счет собственных средств, то для того, чтобы окупить затраты, данную технологию нужно будет применить на 38 гектарах пшеничного поля. В случае получения кредитных средств под самый высокий процент 16%, технология должна применяться на 56 гектарах пшеничного поля. В наших условиях, в условиях Кашкадаринской области планируем земель. Преимущество лазерной планировки в том, что лазерная планировка сберегает воду на 30%, эрозия тоже уменьшается. Разные культуры будем высевать здесь и будем показывать фермерам, какие культуры мы можем сеть в условиях Кашкадаринской области. Регулярно повторяющийся в последние годы маловодие в низовьях Амударьи осложняет введение земледелия. Именно поэтому особую актуальность приобретает внедрение почвозащитных и влагосберегающих технологий. Одной из таких является нулевая обработка пашни, заключающаяся в прямом севе по сохраненной стерне и растительным остаткам с помощью специальной сеялки с дисковым сошником. Главное преимущество нулевой обработки заключается в воспроизводстве плодородия, сохранении почвенной влаги, снижении сезонного накопления солей. Несмотря на явные достоинства, к этой технологии фермеры пока относятся с сомнением. Это связано с низкой урожайностью в первые годы ее применения, засоренностью посевов многолетними сорняками и кустарниками из-за отказа от вспашки, коренным изменением подхода к обработке почвы, недостаточной информированностью, отсутствием специальной сеялки. Полученные результаты указывают на целесообразность постепенного перехода к нулевой обработке. Исследования показали, что покрытие почвой соломой способствует сохранению влажности верхнего слоя в 1,2 в полтора раза больше, чем на непокрытом участке. Растительные остатки сокращают испарение и уменьшают сезонное накопление солей в 1,6 в 4 раза. В ходе мониторинга урожайности и затрат на возделывание озимой пшеницы установлено, что, несмотря на сравнительно невысокую урожайность, рентабельность была выше, чем при традиционной обработке. В частности, расход горючего сократился на 62%. В настоящее время предгорье Узбекистана используется как пастбище или багарная пашня, занятая главным образом озимой пшеницей. Всевозрастающая антропогенная нагрузка и необоснованный способ землепользования ставят эти земли на грань опустынивания. Однако на этих землях с успехом можно выращивать некоторые древесные и кустарниковые породы, в том числе орехоплодные. Один из проектов программы малых грантов Глобального экологического фонда в Узбекистане предлагает использование фисташки в аридных условиях предгорей и низких гор. Введение фисташкового садоводства намного выгоднее в долгосрочной перспективе, чем выращивание скота и более полезно для природы. До вступления сада в плодоношение перспективно в междурядиях выращивания бахчевых, картофеля и других сельскохозяйственных культур. Семья, владеющая плодоносящей плантацией фисташки в 2-5 гектаров, доходами от продажи может обеспечить свое нормальное существование. Предлагаемая технология создания фисташковых плантаций основана на использовании особенности фисташки произрастать и давать плоды в исключительно засушливых условиях, где ни одно дерево не может расти без орошения. Организация посадки саженцев выполняется традиционным способом. Для лучшей приживаемости дают послепосадочный полив из расчета 1,5-2 литра на растение. В течение трех летних месяцев проводят поливы 3 раза в месяц, применяя капельный способ из пластиковых баклашек. Для полуобеспеченной осадками багары полив молодых саженцев проводится только в первые 4 года. Привлечение как можно большего количества людей к выращиванию этой ценной орехоплодной культуры позволит принести людям процветание, а природе хоть как-то приблизить восстановление потерянного баланса. Основа любой экономики сельских хозяйств, производство продуктов питания важно, нужно для каждого человека. Для производства необходима земля. Земля – это наше богатство, богатство любого государства. Бережные к ней отношения – это основное требование. К сожалению, наша земля подвержена деградации. Деградации вызваны разными причинами. Природными причинами – ветер, осадки и человеческим фактором. Пашет землю, неправильно за ней ухаживает. Вот это все приводит к деградации земель. В этом году Конвенция ООН по борьбе с опустынами выступила с инициативой. Нулевая деградация. Давайте добьемся нулевой деградации земель. А нулевая – это значит, мы будем помогать ей восстанавливать после природной деградации, после неправильной эксплуатации этой земель. Если мы это будем делать, мы сохраним нашу землю для будущих поколений. Рациональные взаимоотношения Земли и человека – необходимые условия сохранения жизни на планете. Оно предполагает бережные отношения и разумное использование возможностей Земли на благо человека. Создатели фильма выражают надежду, что представленные практики по рациональному использованию земельных ресурсов будут широко применяться людьми, вовлеченными в использование этих ресурсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин